Это очередной подкаст Global Cakes France. У нас сегодня Анатолий, Фёдор и Михаил. Добрый вечер. Мы начнём наш разговор с вопросов. Юрий спрашивал, Михаил, начинается новый сезон, точнее уже начался. Какие ожидания на этот сезон? Ну, сезон у нас, как обычно, делится на регулярку и на плей-офф. И, как последние годы показали, какие-либо ожидания от регулярки надо отделять от ожиданий кубковой части сезона. Поэтому, в общем-то, я думаю, традиционно уже регулярку мы проведём сильно, очков наберём много. Скорее всего, выиграем комфортно дивизион. За нами вторыми будут, скорее всего, ребята из Тампы. Ну, я так думаю, да. И, в общем, проблем не будет. Тенис там 110-120 очков легко наберём, выигрывать будем. Вот как уже, так сказать, первый матч показали, забивать, скорее всего, будем много. Но ожиданий от плей-офф таких вот, так сказать, позитивных у меня пока нет, потому что, ну, во-первых, обновление состава большое произошло. Так сказать, сложно пока, так сказать, прикидывать, как они все сыграются и что они там в плей-офф наиграют. Ну, и такой главный, на мой взгляд, фактор. Брюс Будро у руля до сих пор. И поэтому, так сказать, ожидать каких-то таких чудес и внезапного выхода в финал для завоевания Кубка Сцены, ну, я бы не стал. На мой взгляд, так сказать, главная проблема, главный, так сказать, ограничитель, да, для успеха команды Вашингтона, на данный момент это именно Будро, и от того, сможет ли он, так сказать, изменить своим привычкам и изменить подход подготовки команды зависит. Я думаю, наши окончательные результаты, никаких ожиданий у меня на этот счет нет. Я думаю, что второй раунд, конечно же, нам вполне может покориться, и в этом году без проблем. То есть, в первом там уж вылететь, ну, можно, конечно, но будет сложно. А вот уже дальше второго забраться уж пока таких у меня мечтаний нет. Вторая часть вопроса заключается в том, что, ну, ты написал большое количество статей. Если это все дело обобщить, в чем основная проблема вылета по плей-оффу? Ну, в общем-то, какой-то одной основной проблемой, наверное, нельзя одной проблемой ограничиться. У нас были проблемы в центральной линии, центр-форвардами, в частности, бэкстрим, который должен быть локомотивом команды, полностью потерялся, провалил, можно сказать, и сезон просто как таковой, и в частности, плей-офф. Юханссон, это, конечно, все хорошо, но такой вот короткий всплеск у него был, хорошей игры. Тем не менее, так сказать, команду на себе он потащить не мог. Очевидно, Арнольд был травмирован, и в центре у нас был провал. Это раз была проблема, так сказать, важная довольно-таки, которая повлияла, собственно, на игру. В защите у нас все было тоже не очень хорошо, потому что травму получил Грин, травму получил Карлсон, а Уайдман травмировался еще до начала плей-офф. Это тоже немаловажный фактор, и, в общем, остальные это у нас не пакмуверы были, защитники. И, так сказать, атаку из задней линии вести было невозможно. Это, я считаю, большой, существенный фактор. Ну и плюс будро. Постоянные какие-то нарушения численного состава, безумные совершенно, которые не поддаются до сих пор никакому исправлению. Это, я считаю, абсолютно однозначно на тренере, потому что это ни один, ни два случая постоянные у нас, так сказать, ситуации. Большинство никакое. Опять-таки, это все тоже тренерский штаб. И, ну и немножко как бы не хватило лидерских качеств игрокам. Тем, кто был на льду, я считаю, из всех полевых только, ну, Овечкин более-менее хорошо смотрелся и, в общем, делал все, что мог, так сказать, к нему претензий нет. Остальные, я считаю, могли бы считать, сыграть посильнее. Но коллективно этого не сделали. Там уже дальше выделять кого-то из всех остальных я не считаю нужным. В общем, Тампа оказалась более опытным коллективом и с лучше поставленной, так сказать, игрой. И, конечно, тренерский штаб Тампы нас переиграл. Ну, вот это, я считаю, как раз причины поражения такие наиболее очевидные, на мой взгляд. Вопрос от Вадима. Михаил, какой прогноз дадите на игру Александра Семена? Удастся ли и сезон в целом? Ну, совершенно непрогнозируемый, на мой взгляд, игрок. Начал хорошо, очень старается. Играет на партнеров довольно много. Пока у него, конечно, небольшие перемены в звене и центр, и край различаются за по матчам. Но в целом Семен пока выглядит сосредоточенным. Не очень, допустим, результативным, но играющим, так сказать, голову включающим в некотором роде, да? Насколько можно выбирать тупые удаления. Да, пока что, так сказать, незаметны за ним его старые грехи, вот эти вот удаления в чужой зоне, ненужные. Один раз он там, по-моему, все удалился. Но... Это было оправдано, я помню. Да, при этом... Отбегал Мур уже, да. В общем-то, выводы и делать из этого совершенно никакого смысла, опять-таки, нет. Потому что Семен хорошо начинает в октябре, хорошо играет в ноябре. Бывает там в декабре-январь у него замечательный. А к апрелю может быть все, что угодно, поэтому надо смотреть динамику, надо смотреть, сможет ли он обойтись без травм своих традиционных. И если даже, допустим, он не забьет там 40 шайб, не наберет много очков, то, в общем-то, это будет непоказательно. Пока, так как играет Семен, в общем-то, я думаю, всех устраивает. В последней игре совершенно шикарный пас на бэкстрим отдал в большинстве. Просто замечательный, когда первый гол забивали от Тави, да, в большинстве. Ну, в общем, то, что Семен умеет, мы знаем. Потому что он пока не показывает свои худшие стороны, тоже отрадно. Но надо смотреть динамику. Пока прогнозы делать на Семена очень сложно. Ну, если Юхансен продолжит так же бодро играть, и он будет как раз в паре с Семеном большую часть сезона, то, думаю, 67 стачков в конечном счете он должен набрать за регулярку, да? И дальше уже плей-офф посмотрим. Ну, а по контрактному вопросу, я думаю, что это тема для одного большого длинного подкаста совершенно отдельного. Потому что можно здесь очень долго обсуждать, и Федор уже наверняка хочет это сделать. Не, я хотел только один коротенький вопрос тебе задать. Сколько еще лет у Семена в Вашингтоне есть при том, как играет он сейчас, и как он хорошо начинает, и как плохо заканчивает? Сколько ты еще лет считаешь в Вашингтоне? Это сложный вопрос. Я думаю, что 5-6 сезонов он может еще поиграть, да, допустим. Из особых проблем, если он... Никто его не будет менять, да? Я считаю, что Семен прогрессирует. И я считаю также, что Семен — это не самая большая наша проблема. Если Макфи найдет вариант, так сказать, вместить его зарплату под общий потолок, что будет, конечно, непросто, то Семен еще может поиграть. Возможно, они сойдутся на каком-нибудь долговременном контракте на меньшую сумму, там, скажем, не 6,7 десяток миллиона, да, а там что-нибудь 5 с чем-то, да, но на длительный срок. И, возможно, Семен этот контракт подпишет и будет играть. Но точно так же возможно, что он сейчас где-нибудь там проедет с худшей стороны, условно, как-нибудь, и уже летом перестанет быть игроком Вашингтона. В это я верю. А в то, что его обменяют в течение сезона, в это я не верю. Потому что для клуба, который поведет борьбу за клубок Стэнли, совершенно никакого смысла в подобном шаге нет. Потому что вот Овечкин не забивает сейчас явно, да, не идет у него игра. И Семен тот, кто может его заменить в качестве основного бомбардира. И Семен играет как бы лучше Овечкина сейчас, на мой взгляд. И заиграет ли Ови, ну, я не знаю. Он физически замечательно, конечно, сейчас выглядит, но решение принимает совершенно какие-то безумные, очень много потерь, в последней игре особенно. И совершенно не попадает в ворота. А мне кажется, что Овечкин как раз играет сейчас очень хорошо. Он наконец-то понял, что забивать можно еще не только дальними бросками и красивейшими проходами, а тупо идти на ворота. Как он, кстати, и забил Питтсбургу. Хорошо, но за 4 матча он забил один раз Питтсбургу, и это было подправление. Образков у него мало, а смысленных как бы атак тоже немного. И это человек, который 10 миллионов в год получает. Мне кажется, он просто сейчас немного перестраивает свою игру. От вот этого вот жонглерства защитниками до вот этого тупого проламливания, как с Питтсбургом. Мне кажется, что как раз-таки вот эта динамика очень позитивная. Еще несколько игр, может быть, там, 5, 7, может быть, 10, и все будет нормально. Будет забивать там, ну, гол в 2 игры где-то, 40 голов всего выходит, если по такому темпу идти весь сезон, 40 голов, это нормально. Ну, хорошо, если он забьет даже 40 голов, в общем, я не считаю... И не в этом сезоне, я не говорю, что в этом сезоне он забьет 40 голов. Он может выйти на такой график просто. Я считаю, что пока причин для того, чтобы избавиться от Семина, недостаточно. Все-таки все остальные вингеры, которые у нас есть, там, Уорд, Кнубок, Брауэр, Чимера, это все ни разу не Семин, у них совершенно не те возможности атакующие, и если вдруг чего с Овечкиным будет не так, то только Семин может, так сказать, часть его ответственности по забиванию голов на себя взять. Все остальные чисто помогающие игроки, комплиментарные. Поэтому от Семина избавляться пока рано. Что будет там гипотетически в случае приезда Кузнецова, сложно сказать, и я думаю, что сейчас пока не будем это обсуждать. А можно я еще один моментик скажу? Давай. Тут такой слух просто был интересный, что может поменять команду Шейн Доун. Как раз человек, который привык все тащить на себе. У него контракт тоже заканчивается, у него зарплата на 2 миллиона меньше, 2 с лишним. И как ты думаешь по поводу того, если бы в Вашингтоне вместо Семина был Доун, это было бы усиление или это было бы ослабление? Ну, на мой взгляд, конечно, Доун это не хуже, чем Семин. С одной стороны. С другой стороны, я читал, что он очень любит отдыхать на своем ранчо в Варизоне с лошадками. И, в общем-то, зачем ему был Вашингтон? Подпишет контракт, получит большую сумму, чем сейчас имеет, например, условно, и будет спокойненько доигрывать. За большие хорошие деньги. Есть просто еще такое мнение, что он кубок хочет. Он же его так и не выиграл. Семин тоже хочет кубок, я уверен. И Овечкин хочет кубок, и Грина. В общем, предварительно мы можем сказать по этому поводу, что уж там Макфи сделает, сложно сказать. Я бы на месте Феникса не менял Доуна на Семина. Вот и все. Это, по-моему, главный аргумент. Нет. Я думаю, что здесь вот Семин еще какой-то добавок в виде там. пиков. Ну, это очень дорого. Потому что им менять игрока с одного состекающего контракта, состекающим контрактом, но другого такого же смысла нет. Ну, может быть, они еще кого-то там прикручат к этому трейду тоже. Я считаю, что Уорд и Брауэр примерно вот те недостающие функции Доуна восполняют. Только не в одном игроке, а в нескольких у нас получается. Но зато в каждом звене сейчас появился такой рабочий крупный канадский форвард. Ну, и причем, заметь, да? Что Уорд, что Брауэр, они с неплохими руками, ребята. Они такие пасы мягкие выдают. Ну, и в целом, конечно, ну, не дуболомы. Хорошее приобретение, я считаю. И они формируют звенья. По примеру, центр шведский, да? Один край канадский, такой более силовой. И один русский, сильно мастеровитый, еще один противоположный край. И вот у нас все топовые звенья так будут формироваться. Я думаю, что это определенная концепция, которая как раз-таки и сохранится. И не только на этот год, и на будущие сезоны тоже. И Доуну здесь, в общем-то, особо места нет, но и финансово тоже мы его не потянем. Дополнительно. А менять Доуна на Семина, это еще как бы риск в том плане, что Доун не совсем молод, а Семин-то как раз сейчас в самом расцвете. Но это ты больше на будущее, да, как бы смотришь? Да. А для этого сезона, я думаю, что это нереальный трейд. Понятно. По результатам начала сезона давайте поговорим про звенья. Ваше мнение? Ну, я тогда, собственно, оглашу первое звено. Овечкин, Бекстрем и Брауэр. Ну, будем считать варианты, которые последние. Овечкин, Бекстрем и Брауэр. Не, ну давайте тоже начнем с Овечкина, Бекстрема, Кнубла, потому что так они, собственно, появились раньше, да? На мой взгляд, есть смысл обсудить то, что в их игре были проблемы. Были. Они ничего не забивали. Но Бекстрем при этом как-то умудрялся ассистировать, при этом непонятно кому. Но он там защитникам ассистировал. Не, ну Бекстрем вообще, на мой взгляд, вот лучший игрок на данный момент наш. По первым четырем матчам. Несомненно. Анатолий, ты как считаешь? По лучшему игроку, если. Ну, я думаю, в общем, или можно это название присудить, потому что отлично парень стартовал вообще. если вообще говорить по нашему звену, я вообще полностью согласен с Будро о том, что передвинули Кнубла из него, поскольку первые две игры мы наблюдали 50 минут игры с Кнублом в первом звене, и потом Кнубла двигали куда-нибудь во второе, в третье, куда угодно. И, кстати, когда Чмера забивал Тампе, Кнубл уже тогда уже был на пятаке. Я так понимаю, что Будро в ходе игры решил передвинуть первое звено в Орд. С самого начала Кнубла нужно ставить во второе звено с Семеном. В целом, я вижу в этом большую логику, потому как Кнублу по большому счету все равно, кто будет бросать по воротам, будет это Грин, это будет Семен, будет это Уайдман или будет тот же Овечкин. В то же время Овечкину, я считаю, нужен человек, который будет отвлекать на себя внимание, поскольку мы видим фактически прежнюю игру прошлого сезона, когда Саша берет игру на себя, входит в зону, встречается с защитниками, пытается сделать некий там пас, который превращается в обрез, или бросок, который летит во вратаря, и на этом все заканчивается. Поэтому я считаю, то, что Брауэр в первом звене это факт, это действие, которое принесет нам пользу. Ну, здесь еще нужно добавить, что Брауэр, во-первых, быстрее Кнубла, и он на этот отскок чаще успевает. В теории. Пока, собственно, у Овечкина мало отскоков, потому что с броском проблемы. Но Брауэр шустрее, плюс он еще может хитовать эффективно, и разгружает именно этим Сашу в плане работы. Просто еще Брауэр, он на пути к отскоку, он еще может пару парней уложить. Но это как-то интерференс, как-то все-таки это не соседний. Если он подбирает, если этот парень подбирает, ну, как вот Кай-Овечкин гила положил, то, кто там уже был на вратаря, он упал, но это уже были его трудности. На мой взгляд, пока Будро меняет сочетание, потому что первое звено в равных составах не демонстрирует какой-то устойчивой игры. То есть, там у них отрезками бывает получше, но в основном они выезжают чисто на бэкстриме. А вот какой-то такой химии пока не сложилось ни с Кнуглом толком, ни с Брауэром почему-то. И Овечкин очень много индивидуальных действий неудачных совершает. И я думаю, что от них можно как раз ждать улучшения игры в течение месяца-двух следующих. Как раз большого улучшения можно от них и ждать. Ну и пока вот бэкстрим молодец, а Овечкин не совсем молодец, хотя гораздо быстрее смотрится, чем в прошлом году физически он замечательно выдвинется. Во втором звене имеется Александр Семин, имеется Матье Перо, который был позже заменен на Маркуса Юхансона, и Трой Брауэр, который позже передвинулся в первое, его место занял Майк Кнубл. Мне кажется, что в этом звене Юхансон просто сейчас играет лучше, чем когда бы то ни было в своей карьере, хотя он и в прошлом сезоне заканчивал неплохо, но сейчас он играет очень хорошо, активен, агрессивен, использует свою скорость. Вот в прошлом году мне казалось, что она просто тупо носится, сейчас он ее использует очень с умом, очень использовали команды, и два его гола в последних трех играх об этом говорят, потому что это именно были голы, которые он забивал за счет своей скорости, которая у него оказывалась выше, чем у старика Роллсона и у диганта Олда. Ну, на мой взгляд, еще однозначно, он сразу, сходу показывает неплохие взаимодействия с Семиным, у них такие перепосылочки местами замечательные совершенно были, и плюс он выглядит намного физически крепче, он уже в борьбе у бортов, не какой-то там пацаненок маленький, атаку же нормально цепляется, порой выиграет, разительное отличие, по-моему, с прошлым сезоном, большой бонус, можно рассчитывать на то, что его там не затопчут, не замесят, как вчера Дауте, хотя, конечно, иногда страшновато, он быстро-быстро летит, прорывается там, пытается шайбой вокруг защитников объехать, конечно, рано или поздно его приложат, я думаю, довольно серьезно. Ну, вчера мы видели, как Чимера за свою скорость поплатился, это можно сказать, что он еще легко оделся, въехав ногами в борт. тут видишь, как бы, главное не голова, а ноги, как-то так, встать, вскочил и побежал, главное, что в каске был. Да. А Юхансен, конечно, радует. Семин, тоже, ну, мы уже его немного коснулись, так сказать, в начале сегодняшнего выпуска. Мы его не немного коснулись, на самом деле. Только начали, да, только начали, но пока выглядит хорошо, на мой взгляд, здесь пожелаем ему дальнейшего прогресса. А что ты можешь сказать по поводу Матья Перо? У тебя такой вот замечательной предсезонки, результативной. Перо в начале регулярного чемпионата превратился в себя обычного, невзрачно провел первый матч во втором звене, после этого Будро его отправил в четвертое, ну, а потом отправил на лавку. Собственно, пока Перо был на льду, ничем он не запомнился. Пытался что-то сделать, пытался, но у него ничего не получалось. И кроме этого он проигрывал борьбу и много ошибался, достаточно много ошибался в средней зоне, терял конкретно шайбы, ну, и, соответственно, физического воздействия от него ждать было бы глупо, а играя в четвертом звене, получается, у нас был минус один силовик. То есть и на атаку он толком не сыграл, ну, естественно, никого, так сказать, негативного воздействия на противников тоже не возымел, поэтому Будро его оперативно очень припрятал в запас и дальше, я думаю, что можно ожидать транзит Херши. Мне кажется, что за Перо очень сильно говорит его зарплата, которая ниже, того же Шагрена и, по-моему, чуть-чуть даже, насколько я помню, ниже, чем у Икина. Таким образом транзит в Херши может отложиться по причинам, связанным с потолком зарплат. Ну, Икину совсем там мало платят, по-моему, там даже, в общем-то, такого вопроса не стоит, там какие-то копейки у них разница, то есть при желании могли бы... Ну, сто тысяч, сто тысяч там слишком. Другой вопрос, что у Икина, допустим, есть возможность беспрепятственно ходить между АХЛ и НХЛ, а Перо придется выставлять на Уэвер. Уже? Это может быть. Я пропустил, пропустил. Придется выставлять, если его в АХЛ будут отправлять, то... В общем, может пойти по пути Бурга. Примерно так. Ну, в Питтсбург, потом обратно. Ну, и радует очень создание отдельного чекерского сдерживающего звена, специального Chimera, Like и Word. Это, я считаю, так сказать, изначальная задумка Будро еще летняя. Насколько вот он в тренировочном лагере звенья перемешивал, варианты какие-то искал разные, и к концу тренировочного лагеря он поставил это звено, и уже его как бы не менял, вне зависимости от того, как играла команда. То есть у нас там были матчи такие довольно неровные, в общем-то, регулярку начали по-разному, а вот это звено без изменений выходит на каждый матч, они выходят в конце каждого матча удерживать преимущество, и он им, я считаю, абсолютно доверяет, и довольно много времени на льду они проводят, плюс еще они еще разобивались. Like особенно много, кстати, проводит времени на льду, у него там вообще какие-то фантастические показатели для игрока третьего звена. Ну, наверное, в первую очередь, то, что он играет и в меньшинстве, и в большинстве, то есть тут... Единственное, что меня смущает в нашем третьем звене, играет оно замечательно по игре никаких претензий, только дороговато оно все-таки. У них получается на всех сколько? Девять с лишним, почти девять с половиной. Да? Ну, нормально, как Овечкин. Нормально. Да. Один Овечкин, это... Ну, просто я смотрю, там у других команд столько первые звеней получают, даже у того же Бостона. Ну, это, по-моему, звено типично под плей-офф созданное, и дело даже не в том, как эффективно они будут в регулярке закрывать лидеров противника. Вот, например, Стампы, когда играли там Стемкос, Ликвалье и Сан-Луи, они ни одного очка не набрали. Там была забавная статистика, 20 разных игроков в обеих командах набирали хотя бы одно очко в этом матче, там, при счете 5-5, да? Да-да-да. А ни Овечка, ни Бэкстрим, ни Грим, ни Сёмин, ни Тройка Стампы не одного очка они набрали. Ну и вот, это, конечно же, заслуга нашего сдерживающего звена и Аутмера с Карлсоном, по-моему. Вообще, Стемкос пока что самое разочарование большое этого сезона, потому что он умудрился забить столько же, сколько Овечки. Да, причем это, причем еще совсем недавно, еще вчера у него был 0, Голов, и сегодня один, вчера садил Флорид. Ну, тенденция с прошлого сезона началась, он уже весной был такой не особо активный. Денький, да? Да, да. Поэтому я как раз на Зетерберга фэнтези поменял. Очень выгодно, я считаю. И, в общем, по этому звену какие можно отметить детали? лайк, да, играет везде. в общем, примерно похож на обычного лайка, которого мы знаем, другой вопрос, что он раньше был на краю, теперь в центре. Хорошо, я считаю, что пока я как бы всем доволен, если отбросить фактор его большой зарплаты, который нас не должен волновать, то лайк молодец. Уорд еще более интересный парень, и он уже заработал право выходить в большинстве, причем он там даже иногда на вбрасывание выходит, когда с Юхансоном в Юнити, да, бывает как, Юхансон на вбрасываниях не очень силен, а Уорд вместо него на точку выходит. Он же выходит однозначно в меньшинстве и во всяких сложных моментах, как раз, когда в нашей зоне вбрасывания. В общем, Уорд тоже очень такое интересное приобретение, я считаю, полезное, хотя тоже не дешевое. единственный тренд, которым мне совершенно не нравится, это то, что вчера Уорд и Лайк даже несколько раз друг с другом столкнулись, то есть был какой-то разлад именно в их действиях. Чемер, это понятно, он убегал там, и никакого разлада не было, а вот даже с тем, чтобы вбросить шайбу туда, Чемере, иногда возникали проблемы, потому что Лайк и Уорд временами каким-то образом оказывались в одной точке вдвоем. Ну, не знаю, может от того, что Лайк мало играл центров последние годы, он так немножко иногда путается, но я думаю, что эти вопросы, матчи через 10-20 будут закрыты и к концу сезона все будет замечательно, но в любом случае это звено много проводит времени в чужой зоне, там у них циклинг и форчек, все что хочешь, а Уорд очень большую роль в этом как раз играет, мне очень нравится, что он зряча всегда шайбы распоряжается, не паникует, то есть если он ее там где-то у борта выиграл, а это у него часто случается, он голову поднимает и сохраняет ее, отдает либо защитнику, либо ближнему форварду, в общем, мне очень нравится, как он играет, не очень как бы зрелищно, но на мой взгляд очень полезно. Вообще, в целом, я хочу сказать, это наши три такие товарища, которые получили большие деньги и, пожалуй, считались самыми переоплаченными у нас игроками, но в целом, я считаю, что это абсолютно лучшее наше звено и по возможности нужно давать им играть весь сезон вместе и именно в таком виде вводить в плей-офф. И вообще, в целом, я хочу сказать, что Шимера и Лайк свои деньги отрабатывают полностью и я лично не сожалею, что их удержали в команде за такие деньги. Ну вот как раз что касается того, что ты, Миша сказал по поводу того, что они проводят много времени в чужой зоне, ведь это же работа как раз этого звена, чтобы переводить игру в зону соперника за счет своих активных действий, за счет своей энергии. Как раз Лайк начал в своей зоне всего 40, точнее, в чужой зоне начал 48% смен, а закончил там 58% смен, это много, это большая разница. большая разница, да, то есть, получается, они берут шайбу, где бы она ни была и тащат ее в чужую зону. Да, у уорда плюс 6%, 50% ровно начал и 56% с лишним закончил. Это хороший показатель. В общем, я считаю, что это уже неплохо и плюс учтем, что вряд ли без травмы обойдемся, и когда будут травмы в топ-6, кто-то из них и лайк, и ворс могут подключиться именно во второе, в первое звено подменить, и, наверное, это и оправдывает их зарплату в конечном счете. Плюс в меньшинстве опять-таки нагрузка. Ну, в общем, я думаю, что жаловаться пока не стоит, хотя изначально, конечно, мне кажется, у нас у всех была реакция такая немного негативная, ну, чисто по суммам контрактов. Но на практике, по-моему, хорошо пока получается, и я рад, что Будро именно отошел от третьего скорингового звена, использует их чисто как чекеров, ничего не придумывает, и команда извлекает из этого пользу. А еще интересно по поводу этого звена, еще один интересный статистический показатель, что если есть такой статистический показатель, как голов за 60 минут на льду, у Чемера за 60 минут на льду больше трех голов, почти 3,5. Больше только у Йохансона в нашей команде. И интересно, что третье место, Семин, это 1,18, то есть на 2 гола за 60 минут меньше. Ну это, то есть количество голов, которые бы игрок забил, если бы он не 20 минут проводил, а 60 на льду, да? Да, да. Грубо говоря, за матч. это как у вратарей Голос Агентст Аверич, то же самое тут, только уже забитые дела. Ну и вот наше четвертое звено, самое рабочее, это Мэтт Хендрикс, ветеран Джефф Хелперн, и Джей Бигл, или Диджей Кинг, и даже один раз там играл Матье Перо, а Хелперн в это время играл справа. Что думаете по поводу него? Ну, Хендрикс, такой типичный Хендрикс, ничего особо. Забил булит? Да, один булит забил, булит, кстати, хорошо забил, но мне кажется, скоро все вратари посмотрят видео тщательно, и уже будут элементарно этот булит парировать пухчеком. В общем, я не думаю, что это надолго это чудо булитный Хендрикс. А так, в целом, что-то бегает, ни с кем пока не дерется. Ну, нельзя сказать, что разница между Хендриксом и ушедшим Брэдли прямо так уж бросается в глаза. Вот этого я не могу сказать. То есть, не сильно лучше, да? Ну, на мой взгляд, да, но зато немножко дешевле потенциально. Может быть, это стало фактором. А Хелпер... Можно по поводу Хендрикса просто? И его булита я закончил. Ты говоришь, что скоро все раскусят, но ты знаешь, я смотрю вот Майк Рибейра, сколько уже лет в лиге, сколько лет бросает свои булиты, один и тот же финт никто не раскусил. Еще пока. Точно так же с Сёным, кстати, абсолютно. Как он забивал в самой первой игре, точно так же он бросал булит. Точно так же он разбегается на хорошей скорости, перекладывает на бэкхенд и бросает. И мне кажется, сложно что-то с этим сделать. Так что, я считаю, что та уже Хендрикс тоже, я думаю, что в ближайшее время не раскусит. И поэтому этим, только этим он получше немножко ушедшего нашего Брэдли. В целом, я им довода. Ну а вот переходя к Хелперну, он-то у ушедшего Гордона сильно лучше в первую очередь тем, что он здоров пока что. Ну это временный может быть фактор. Но он больше, он быстрее, он агрессивнее и он еще отличается от Гордона тем, что Бойт молчаливый такой был паренек. Он иногда из всего общения, что я видел, клюшкой показывал, кому куда перемещаться, кому кого закрывать из противников. А Хелперн, конечно, гораздо активнее. У Хелперн у него авторитет, конечно. Капитан, да. Здесь, я считаю, бонус именно может сказаться, так сказать, долгосрочно. Чисто за счет опыта, счет работы в раздевалке с игроками. При том, что Бойт был таким чисто одним из долгожителей в команде. Пока он не ушел, он больше всех сыграл, больше всего времени провел в команде, но был тихим исполнителем и не агрессивным, по сути дела. А поскольку уже Макфит отел перестройку четвертого звена на такой более агрессивный, жесткий лад, то, конечно, Хелперн в этой концепции гораздо лучше смотрится. И, в общем, пока за ним никаких особых проблем я не вижу. Да и к тому же, он очень дешево нам обошелся, по сути, там 800 тысяч у него контракт на год. Это безрисковый вариант, и я считаю, можете купиться, вернуться все в сторисы. А еще у меня к тебе такой вопрос, как раз касательно того, что ты сказал. Хелперн, на твой взгляд, сильно лучше, как центр четвертого звена, чем Стекил. Все-таки, учитывая, что Стекил намного сильнее на вбрасах. Ну, Стекил, это я считаю, теперь уже легендарный, эпический такой персонаж больше. То есть, там, само имя собирает стадион и все такое. 35 выигранных фейсов, да, за два матча. В общем, нет, я считаю, что проблема Стекила была со скоростью, с маленькой, и он в меньшинстве за это был практически неэффективен, плюс он не использовал свои габариты, и Хелперн, я думаю, что во многом, во многом апгрейд, ну, единственное, что нельзя пока делать никаких выводов о проценте на точке, потому что четыре матча, это, конечно, совсем маленькая выбор. Особенно учитывая, что он справа один играл. Да, да. Кстати, если ты помнишь, ждем, да, все помнишь, в прошлом сезоне, в конце прошлого сезона, после ухода Стекила, я делал такой пост, где сравнивал по основным статистическим показателям, которые нужны для игрока центра четвертого звена, Стекила, Гордона и Бигла. В итоге пришел к выводу, что из этих всех Бигл наиболее подходящий вариант. Бигл интересный, да, парень в том плане, что он на точке может заменить успешно, да, центра. 60 процентов он может, И он тоже поагрессивнее, пожестче, еще провокатором подрабатывает, ну вот, когда ему за это зубы не выбивают, да, в целом, довольно интересный вариант для края четвертого звена, плюс, тоже с очень небольшим контактом. Кстати, это у меня была главная претензия к Биглу в прошлом сезоне, что он никого не провоцировал, хотя мог бы, там были моменты, я помню, еще с Питтбургом, допустим, на Юнтерклассике, когда мне казалось, что он мог бы чуть поагрессивнее, поактивнее, там, на пятачке, там, такие маленькие хитрости. Кинг, я думаю, в этом году будет играть гораздо больше, он явно, явно прибавил в физике, он стал быстрее кататься, но это объясняется очень легко, если предыдущие два сезона у него были травмы, и он не мог готовиться для этого нормально, то в этот раз он предсезонку провел, так сказать, полномасштабно, он подготовился, он в хорошей форме физически, и может быть даже он и драться более успешно будет, потому что в прошлом году, как мы помним, драки свои, ну не то, чтобы там проиграл сильно, но ничего такого напоминающего тяжеловеса в нем не было. А в этом году он бежит, он там хитует, что-то старается, борется, и еще одна-две травмы, я думаю, он может не то, что 20 матчей провести, а все, может быть, даже и 40. Тем более, что пока Эрскин отдыхает, кому-то все-таки надо за партнера вступаться, на мой взгляд, смысл фигуры Кинга в составе есть. Перед другой с Оттавой проходил такой твит от Кейзи Каррера о том, что Будро будет думать в зависимости от состава Оттавы, кого ставить, Кинга или Перо, я считаю, что под четвертое звено Перо вообще не стоит ставить, можно ставить только в случае выпадения, пожалуй, Юхансона. В третьем звене Перо бесполезен, в четвертом звене еще более бесполезен, мы такие заложники стали этого человека. Кинга я хочу, чтобы он сыграл побольше, был таким антиэшем в нашей команде. Ну, было бы, да, хорошо в следующем матче, мы 1 декабря, да, играем в Райдзе? Да-да-да, 1 декабря, красный день календаря, вы видите. Кинг с кем-нибудь красиво подрался, чтобы Эрскен кому-нибудь там, типа Летанга, да, за все хорошо весел, но это было бы замечательно, хотя я очень сомневаюсь, что удастся до Летанга добраться, но может там Денгеланда хотя бы. Вы знаете, на самом деле у Писборга с Тавгайм это полный порядок, они же в прошлом году были лидерами по количеству драк, у них есть Эшем, да, у них есть Макентайр, которого в Витязь очень активно сватали, у них есть Энгл, у них может, кстати, могут еще подраться такие люди, как Куниц, как Кук, Адамс. Кук в этом году в чистую игру он вступил в Гринписты, что? А, Геннеди, еще они приобрели, же Низканина, Низканина, Низканина тоже может подраться. Это который от Кросби получил, да? Это да, который подрался с Кросби до сих пор все знают, что он может подраться. Ну, просто мне страшно, где мы, где мы столько возьмем, ребята, кремник. Хитануть можем, хитануть можем хорошо. Хинг, Чемера, и Сверски. Просто если мы только в последний день замутим большой трейд, Слендерса, чтобы получить там Гиллиса, Хейли, вон там еще. меня это не сильно беспокоит. В прошлом году никаких проблем особо не было глобально. Вот так сказать, в этом году с Биглом не очень удачно получилось, потому что Эшем хорошо попал, да, но особо сильного влияния на игру команды и на результаты бои я думаю, что не будут иметь. Дело в том, что в прошлом году никто из игроков Питтсбурга не обещал, что в следующей игре мы типа вам покажем. А в этот раз это именно и произошло. Эшем сказал это прямым текстом. Поэтому мне кажется, что следующая игра в Ашентоне и Питтсбурге может оказаться самой жесткой, грубой, грязной в истории противостояния. Ну помнишь, в прошлом году Телбот говорил, что вот, я их там всех ненавижу. Ну он только говорил, что он не обещал в физической расправе. Да ничего не было. В общем, будет какая-нибудь драка хорошая, красивая, ну порадуемся. Я на все останусь живым. Тельбо именно так и говорил о том, что будет мстить Кэпс как только может. И Кинг, когда приходил, кстати, это были первые его слова о том, что Тельбо пожалеет о своих словах и будет лично работать с этими ребятами. Поэтому я не вижу в этом проблемы. Подерутся да подерутся. Рождением Кинга. Вы знаете, это менее существенно, на мой взгляд, чем тот факт, что Питтсбург нас переиграл, по-моему, в матче. По игре, реально, они большую часть матча контролировали. Вашингтон очень много сумбура какого-то демонстрировал, потерь, ошибок, индивидуальных пасов неточных, да? И вот это меня гораздо больше напрягает, что без Кроссби с таким хромым Малкиным в некотором роде, Питтсбург нас еще и повозил. Мне кажется, что больше всего должно напрягать то, что Оттава, которая 7 голов в предыдущей игре перед этим выгребла, она еще нас повозила. Это как раз легко объяснимо, Оттаве как раз нужно было оправдаться, а у нас три победы, мы там Питтсбург обыграли, немного подрасслабились, тем более, как бы еще два быстрых гола относительно, ну, немножко расслабились. По сути дела, второй, третий период мы ничего не пропустили. Ну, погоняли нас, конечно, но все нормальные моментов у нас было полно, просто не реализовали ничего. Нормальная, я считаю, игра с Оттавой как бы вполне объяснимая. А вот Питтсбургу дали, но вот там в конце немного повезло, то выиграли случайно. Мне вообще по игре с Питтсбургом это просто какое-то фигурное катание порой напоминало, потому что хоккеем это было сложно назвать, но честно, это, по-моему, один из самых скучных матчей за последнее время Питтсбург Вашингтон, и если бы не драка Бигла с Эшемом, я не знаю, честно, полная сквота. Так хотя бы разнообразили, честно. Я вообще сторонник драк, мне кажется, надо драться в хоккее. Жестко играть. Я не сторонник, друг. Ну, Бигл, с одной стороны, правильно делал, что задирал ли танго, в общем-то, этим есть смысл заниматься, а вот то, что он решил подраться с Эшемом, ну, где-то, наверное, неправильно с его стороны решение, потому что Эшем таким хорошим ударом поставленным обладает, при своих небольших габаритах там известно, что со многими вполне успешно дрался, ну, по крайней мере, держал оборону, да, и не стоило ему, наверное, идти на такой размен, раз уж он пошел, немножечко огреб, ничего в этом особо страшного, на мой взгляд, нет. Вот все эти комментарии после драки, они уже, наверное, лишние. Там Овечкин что-то стал говорить такое сомнительное. Эшем тоже понаговорил, ну, поговорим. Показал вначале. Ну, это вот все по горячке, в общем, я считаю, что первопричиной всего этого была немного неверная оценка Биглам ситуации, и зря он согласился вообще на драку. Ему нужно было спокойно отбыть штраф и не дергаться, но... Мне кажется, ему нужно было Хенрикса попросить. Он же в одном звене, они были в этот момент на льду. Да не надо было там ничего делать, просто момент еще неудачный. Мы ввели в одну шайбу третий период, и вот эта как бы нам все поломала, и в итоге как раз Питтбург отыгрался. То есть, они-то своих целей достигли, а мы, в общем, и игрока потеряли, и счет не удержали. Неудачно. А может быть там такой еще вариант, что может быть у Бигла была цель выдернуть тут инстигейтер для Эшема, чтобы это удаление сравнить? Ну, это, может, цель такая была, выдернули, и мы в итоге зубы. А по поводу защиты, ну, первая пара это Алзнер Карлсон, но я не знаю вообще, что про них. Они великолепны. Они не первая пара, однозначно, они играют где-то чуть меньше 20 минут и используются в основном как бы для меньшинства и равных состав как сдерживающая пара. Однозначно. Но я имею в виду первая пара в смысле, что пара, которая делает самую главную работу в защите. Она сдерживает вот этих всяких стемкосов, да, и прочих малки. Ну, это как сказать, на мой взгляд, Грин, Уайдман и Хаммерлик делают не менее важную работу. Они довольно бодренько пока что развозят шайбу в атаку и у нас есть какой-то транзишн появился. По-моему, это не менее важно для нынешней системы Будро, когда он опять-таки решил от атаки играть. И заметьте, кого мы не назвали, только Джеб Шульс ничем полезно не занимается. Ну, это ты на него наговариваешь. Он играет я знаю, я знаю. 12 минут и пытается сильно не косячить. По-моему, это тоже очень неплохо. Конечно, зарплата, опять-таки, для 15 минут не маленькая, но нельзя сказать, что он сильно косячит. И он, заметь, очень спокойно с шайбой распоряжается, не паникует. в общем, Сатава, по-моему, вообще хорошо сыграл. Ну и шайба еще, что приятно, что он, по-моему, очень сильно улучшил, что шайба, когда он отдает пасы в своей зоне, от его клюшки начинает не прыгать, а катиться. Раньше, я помню, несколько раз такое было, когда он отдавал пасы тому же Грину, и шайба просто перепрыгивала через кружку, или майку требовалось несколько лишних касаний, чтобы ее принять. А тут он все-таки начал как-то именно раскатывать шайбу, а не разбрасывать. Мне нравится в этом плане, как Габбарлик с Грином перепасовываются. Очень четко они спокойно развозят форчекеров, они не совсем как бы знают, на кого нападать, и они друг другу шайбу передаются спокойно, так сказать, у кого больше пространства остается, тот вперед ее и вывозят. Без паники и довольно эффективно. И мне кажется, это большой бонус, потому что раньше, когда был Грин Шульц, их давили вообще по полной. Еще и там ломали все. Заметьте, что хваленая оборона Тампы получила пять голов. Пять голов, причем эти были голы не с отрицательного угла от спины вратаря, а это были реальные голы. И это получило 1-3-1. Чемера просто расстрелялся, когда он в следующий раз дубль сделать, никто не знает. Да второй гол забивал, он вообще на ворота не смотрел. Не-не, он поднял голову, поднял голову, посмотрел, я видел. Вчера пересматривал специально. По-моему, он бросил, а потом уже посмотрел. Нет-нет, он зрячий. Смотрел, смотрел. Ну, в общем, Чемера суперзверь пока вместо овечки подрабатывает. Чемера, да. Ну, это нормальное дело, чтобы такие игроки менее, так сказать, оплачиваемые, чтобы они с самого начала сезона немножко на себя взяли нагрузку, пока разгонятся топы. А когда уже топы разгонятся в плей-офф, что неизбежно, я считаю, то все должно стать совсем хорошо. Потому что, конечно, на Чемере плей-офф не выиграть. Ты правильно сказал по поводу того, что пока разгонятся. Помните, в прошлом году у Чикаго Капецки вначале очень хорошо играл, в этот момент разогнались Кейн с Тейвзом, в конце уже Капецки сник, а вот Кейн с Тейвзом уже взяли свою типичную лидерскую. Ну, и на этом фоне смотри, какая у нас глубина состава-то по сравнению с Чикаго. Если Чикаго там один момент даже в плей-офф не попадала, то мы сейчас с самого старта уже 4 победы из 4-х и совершенно играем и забивают все звенья и никаких у нас проблем нет и мы будем совершенно точно бороться за первое место в конференции, за президента однозначно, на мой взгляд. При том, что у нас еще часть игроков не вышла на нужные, так сказать, обороты. А и половина примерно в топ-6 еще играет ниже своих возможностей, но главное, что бэкстрим в порядке. Последний раз 4 игры с самого начала сезона Вашингтон выигрывал в сезоне, когда они дошли до финала. Это знак? Это будем верить. А если мы сейчас у Флориды выиграем во вторник, то у нас будет 5 игр подряд, это будет абсолютный рекорд для старта Вашингтона и можно будет делать знамение типа победа в Кубке Стэн и все такое. Ну да, уже лучше, чем когда в финале. Уже лучше. То есть в идее должна быть победа, чисто логически. Ну, к сожалению, конечно же, сами понимаете. У нас наш раунд номер 2. Ну вот, что касается вратарей, у нас есть Вакоун и есть Нойверт. Но я начну с Нойверта. Он сыграл отличную игру против Каролины, можно сказать, спас команду. И тот, кто не видел игру, он может сказать, что 3 гола это не так уж здорово, но если посмотреть, то все эти 3 гола это были голы с так называемого бэкдора с задней двери. То есть, когда один игрок стоит, стоит там где-то вдалеке от развития игры и пом оказывается на пятачке перед пустыми воротами. Естественно, это ошибка защитника, который должен сторожить пятачок так, чтобы полностью перекрывать возможность либо пасса этому игроку открытому, либо уже возможность броска. И Нойверта в этих голах нельзя винить никаким образом. Поэтому я считаю, что Нойверт, если бы он не травмировался, то он же по мнению Будро имел шансы стартовать и в игре с с Питтбургом. Но вот так неудачно для него очень сложилось. Ну, вот что касается Нойверта, мне кажется, ему немного не хватает такой вот способности, какую уже продемонстрировал Вакоун, тащить конкретно просто все подряд, любой сложности, как опять-таки тот же матч с Питтбургом. Одну пропустил шайбу Вакоун, а дальше уже все тянул, тянул, тянул. в общем, там вторая, конечно, еще зашла. Ну, не сказать, что он в чем-то там был особо виноват. И шайба от него не отскакивает, и берет он все, и в общем-то единственная проблема пока, на мой взгляд, не очень уверенное передвижение именно от штанги к штанге, боковое движение такое, не самое бодрое, не Варламов, и он немножко себя неуверенно как-то чувствует какие-то у него такие позы, при этом возникает, что шайба умудряется в процессе проскакивает между щитков, ну и опять-таки вот все эти голы из-за ледней ворот, они тоже, по-моему, с этим связаны, что он как-то немного, недостаток какой-то техники передвигается как-то не так, да, вот именно из стороны в сторону, и на этом его наверняка будут ловить в плей-офф, да, если уж на то пошло, но в целом, ну мы туда выйдем наверняка, я не сомневаюсь, я просто говорю, что про форму вакуума и плей-офф еще просто, а все остальное, вот то, что он показал в последних двух матчах, ну и на буллитах тоже ждал, он тоже там буллиты взял с тампой, очень уверенно, очень забавно, там все бросают, шайба раз, и все, и затихло, никакого движения, вакуум как статуя, шайба подержата, никаких тебе там рибаундов, никаких добиваний, шикарно, очень непривычный, наверх не варлановском, как бы, такой игры не показывали. Вчера мне в игре вакуума не понравилась одна вещь, в моменте с голом, который не зачитали, голом оттавы, шайба при первом броске, он никуда не двигался, это был, по-моему, бросок от синей линии, по сути, она прошла у него между щитков, и организовалась вот эта ситуация, которая, к счастью, для нас закончилась относительно благополучно, но организовалась, вакуума, причем на пятачке, там рядом, стоял игрок оттавы, который, по-моему, просто не попал по шайбе, иначе это был бы гол. Ну, и некоторый фактор везения, конечно, у нас завсегда необходим. Главное, чтобы его не исчерпать сейчас. Ну, на мой взгляд, важно то, что он стоит очень уверенно в целом, не дергается особо, ну, иногда бывает, конечно, что там, где-то шайба заскакала, что-то там на пятаке, вот как последний-то гол, он там пытался его выловить, где-то выловить, в итоге не выловил, и его кто-то, он Регин, да, забил, по-моему, с острого угла в итоге. Ну, ничего страшного, я надеюсь на прогресс, так сказать, по Флориде информация была следующая, что пока он, во-первых, медленно начинает сезон, не самым лучшим образом, во-вторых, любит пропускать иногда не самые такие обязательные банки, всякие сомнительные, так сказать, голы, мы это уже заметили, да, а вот когда он этого не делает, он стоит замечательно, собственно, если он один раз пропустит нелепую банку, проиграет игру, да, две других вытянет, то это уже все равно 2-1 в серии, да, нас бы вполне могло устроить, и кроме этого надо отметить, да, что важно, конечно же, как будут играть полевые игроки, у Вакоуна в его карьере, вот, скажем, было 30 матчей до Вашингтона, где он пропускал не менее 5 шайб, и все 30 матчей он проиграл, он приходит в Вашингтон, в первом же матче пускает 5 и выигрывает первый раз в карьере, такая вот забавная статистика, кстати, вот хочу заметить, что Варламов тут с Монреалем тоже 5 пропустил и выиграл, да, только вот, что буквально на канале. Варламов вообще, неважно сколько пропускает, он выигрывает пока что. Ну, в общем, надо Вакоуну тоже научить примерно такой схеме, что у нас, в общем, можно так. Варламов, там же этот, там же этот пик скользает. Да, ничего он никуда не ускользает, сколько он там, Варламов, три раза сыграл, подождем, пока несколько месяцев пройдет, потом будем делать выводы. Ну да, на самом деле, в прошлом сезоне Колорадо же тоже хорошо началось, посыпалось уже в декабре-нембаре. Не, на самом деле, Федор уже минут 10 просит нас сообщить всем долгожданное известие о том, что вслед за Грином, Вайдманом, Карлсоном, а также Орловым у нас имеется еще один проспект, атакующий защитник, которого мы с нестерпением ждем на замену самому Грину. В связи с этим предоставляем слово Федя. Федя. Да, спасибо. Зовут этого человека Сэм Кэрриер, он играет в Лиге Квебека в команде БАЕ КОМО ДРАКАР. Он не только там играет, он там еще и забивает много. За первые девять матчей регулярного чемпионата он забил три гола и отдал десять результативных передач. Всего тринадцать очков это среди защитников в Лиге четвертый результат. Причем Матье Ганьон и Микаэль Там соответственно третий и второй результаты по этому показателю они не участвовали в ладерях команды НХЛ, потому что они не задрафтованы. И поэтому у них было намного больше матчей у Ганьона четырнадцать, у Тама двенадцать. Единственный, кто по сути опережает Кэрриера тут это Жером Готье Ледук это человек который был выбран Баффало в третьем раунде 2010 года в пике который пришел как часть сделки относительно Кларка Макартура. Что касается Кэрриера то он сменил в межсезонье команду потому что его команда Льюистон Мэнниэкс была как многие наверное знают расформирована. Там еще играл Кирилл Кабанов и поэтому теперь Кэрриер является игроком Бае Комо и там на ведущих ролях у него очков даже больше чем у Брэндона Гормли и Нейтана Больо которые были топовыми проспектами на драфтах 2010 и 2011 соответственно. Я не думаю что он будет готов через год или через два даже думаю что ему понадобится два сезона Херша соответственно вот получается в каком году в 2014 я надеюсь Орлов заиграет раньше и окончательно заиграет и придется нам прибегать к услугам Кэрриера может быть мы тогда возьмем какого действительно опытного боли игрока там то что Гаммерлик рано или поздно тоже же завяжет у Кэрриера есть неплохой относительно неплохие габариты он не маленький парень он покрупнее даже чем Орлов и даже покрупнее насколько я помню чем Грин хотя точно не знаю это мне кажется то что может сыграть ему очень сильно на пользу в НХЛ потому что это большая проблема с игроками атакующего плана неважно с игроками с форвардами или с защитниками атакующего плана когда им не хватает габаритов для того чтобы перестроиться с игры в юниорах на игру во взрослом хоккей вот я сейчас посмотрел Кэрриер он полегче чем Орлов но повыше чем Орлов еще одна новость из юниорского хоккея касающаяся Вашингтона ходят такие очень устойчивые слухи которые уже можно считать по сути фактами что вратарь Левбридж Харрикейн Брэндон Андерсон это западная хоккейная лига он был подписан нами в прошлом году как свободный адент он обменен в Спокен Чифс то есть он будет теперь играть в команде ВХЛ которая находится на территории США я даже не знаю как мне прокомментировать эту потрясающую новость был короче твит от Кэти Каррера они у меня на телефон приходят в виде смс я точно знаю и она писала приблизительно следующее еще даже по-моему вчера о том что вызвали Сабурина так вчера он на лапке сидел ну да и он остается и поскольку решили что Холдби лучше играть где-нибудь не важно где пускай даже в ВХЛ чем сидеть на банке с Димон Хайл конечно на этом мы заканчиваем очередной подкаст всем спасибо пишите звоните пока пока пока-пока такое ощущение что у нас один человек на одно пока меньше было чем человек я сухая кем до новых встреч до новых встреч до новых встреч